Привет, друзья! С вами снова видеоблог про круглый дом. Как мы видим, наступила зима, и в этом блоге я расскажу о том, как в нашем доме устроено отопление. Думаю, тема интересна для многих, поэтому сейчас расскажу и покажу, как все организовано и как все работает уже не первую зиму. Пойдем внутрь. Мы внутри. Основная система отопления у нас построена на электрических конвекторах. Есть также еще газовые конвекторы, которые работают от джиженного газа в баллонах. Ну и инфракрасные обогреватели, о которых я расскажу дополнительно. Температуры, которые у нас здесь сейчас есть, вот покажу метеостанцию. 22,9 градуса. Это цифра под временем. Это температура внизу, на уровне примерно 1 метра от пола. 22,3 градуса. Это температура датчика, который находится вот там у нас наверху, под чашкой вентилятора. Так как высота у нас достаточно большая в помещении, этот показатель нам важен, потому что теплый воздух собирается весь наверху. Но с помощью вентилятора мы его размешиваем и делаем так, что во всем помещении примерно одна температура. Теперь про элементы отопления. А именно начнем с электрических конвекторов. Еще одно важное замечание. Так как этот дом зимой мы используем как дом выходного дня, то есть приезжаем в основном сюда только на выходные. И у нас, соответственно, и два режима отопления. То есть есть режим дежурный. Это в наше отсутствие. Мы поддерживаем здесь температуру в районе 15 градусов тепла. Ну а по нашему прибытию, даже за какое-то время до нашего прибытия, чтобы когда мы приехали уже здесь было тепло, конвекторы, включенные через таймер, включаются и подогревают уже до комфортной температуры. Итак, конвекторы. Какие они есть, сколько их и как они расположены. Показываю. Итак, основная комната, гостиная. Площадь порядка 30 метров квадратных по полу. Но достаточно высокие потолки, как я уже говорил. Порядка 5 метров в зените, что увеличивает объем воздуха, который здесь находится. Но тем не менее, конвекторы. Вот один из них. Это конвектор фирмы Нуаро. Полтора киловатта мощностью электрической. Этот конвектор у нас работает в дежурном режиме. То есть, поддерживает температуру в 15 градусов по Цельсию в наше отсутствие. Соответственно, он поддерживает эту температуру как в этой большой комнате, так и через открытую дверь в одной из спален, которая у нас является основной. В этой спальне у нас тоже есть конвектор. Таймер, тоже такой же фирмы Нуаро, но меньшей мощностью. 1250 ватт, если я не ошибаюсь. И он включен через таймер, который включает его в пятницу в 17 часов 00 минут. И к нашему приезду, где-то уже часам к 7-8, здесь комфортная температура 21-22 градуса. В каждой комнате у меня есть метеостанция, которая, в принципе, фиксирует температуру. Вот сейчас у нас 22,3. Здесь внутри минус 3 с бортом. Также в большой комнате напротив того конвектора, практически по диаметру, находится еще один конвектор, аналогичный, тоже мощностью 1,5 киловатта. Тоже включенный через таймер. То есть он у нас работает в режиме комфортной температуры, когда мы здесь. В наше отсутствие он выключен. Вторая спальня, северная. Она у нас, в принципе, гостевая. То есть мы ее отапливаем по требованию. Так у нас здесь держится температура в районе 15-16 градусов. Не знаю, видно или нет. На метеостанции обеспечивается эта температура таким же конвектором, как и в основной спальне. 1250 ватт. Он включен без таймера. И через термостат мы выставляем здесь температуру в 15 градусов. Соответственно, она такая и есть до тех пор, пока мы его не прибавляем и не выходим на комфортную температуру. Режим выхода на температуру составляет несколько часов. Итак, санузел. Площадь его порядка 8 квадратных метров. Здесь основная система отопления. Это конвектор. Мощностью 500 ватт. Включенный через таймер. В потолке здесь есть инфракрасный обогреватель, который носит дежурную функцию. То есть, за счет него температура в санузле поддерживается на уровне 15 градусов Цельсия. В дежурном режиме. Ну, а когда наступает время, срабатывает таймер и прогревает температуру до 21-22 градусов Цельсия. Это метеостанция в прихожей. Как мы видим, температура здесь невысокая, 16,5 градусов Цельсия. Сделано это умышленно. Для того, чтобы те соления, которые мы здесь храним, лежали подольше. Погреба у нас нет, поэтому храним все здесь. Эта температура здесь поддерживается аналогичным, как и в санузле, потолочным инфракрасным обогревателем. В принципе, поднять здесь температуру выше не проблема, но, я сказал, у нас есть на то свои причины. Есть еще одно устройство, которое всем советую, если вы используете свой дом в режиме выходного дня. Оно позволяет вам в день приезда уже ложиться в теплую постель. Что это? Это инфракрасная лампа. Вот она. Мощность ее 250 Вт. Расположена у меня на стоечке. Светит она непосредственно на постель. Постель, конечно, надо разобрать, для того, чтобы прогреб был более интенсивный, направленный. Но за пару часов она проблему холодной постели решает. И, в принципе, комфортно ложимся спать без всяких проблем. Несмотря на то, что система конвекторов, включенных через таймеры, позволяет нам приезжать в уже теплый дом, это все-таки иллюзия. Потому что температура, которую показывают нам метеостанции, это температура воздуха. А предметы нагреваются гораздо дольше. То есть, в принципе, в нормальный режим дом переходит только где-то к субботе утра. То есть, когда уже все теплое, и все приятно трогать, и все нагрелось, и конвектор, и уже входит термостат, и на них входит в нормальный режим. Для прогрева, скажем так, под названием залповый выброс тепла, у нас есть еще два прибора, которые работают на сжиженном природном газе, на баллонном газе. Это газовые конвекторы с коаксиальным дымоходом. Вот первый конвектор. Он находится у нас при входе в большой комнате. Рядом же с ним стоит баллон. К этому баллону, помимо конвектора, подключена еще газовая составляющая нашей гибридной плиты, что позволяет нам тоже разгрузить сеть и быть, в принципе, энергоавтономными. Потому что в случае отключения электричества, используя эти конвекторы, в центральной комнате можно продержаться не один и не два дня точно, а может быть даже неделю при нормальной погоде. Мощность первого конвектора 2,2 кВт. А мощность вот этого газового камина 7 кВт. Он также подключен к своему газовому баллону, который вот здесь в углу, неподалеку. И, в принципе, основная его задача – это залповый выброс тепла при нашем приезде в пятницу, если дом недостаточно прогрелся, что бывает в сильные морозы. Помимо залпового выброса тепла, эти два устройства, работающие на природном газе, автономны и спасают нас, если происходят какие-то аварии на линии электропередач. То есть всегда мы имеем в запасе несколько сот киловатт, которые позволят нам как минимум в центральной комнате жить, я думаю, в районе недели, совершенно энергонезависимо. Я думаю, ни для кого не секрет, что весь теплый воздух, ввиду своей меньшей плотности, старается подняться как можно выше. Так как потолок у нас высокий, естественно, если бы мы не предприняли никаких мер, он весь бы был бы наверху, а внизу было бы холодно. Для того, чтобы этого избежать, у нас есть вот этот потолочный вентилятор, который находится в зените, и он как раз выполняет функцию смешивания воздуха. Благодаря нему температурный градиент от пола до потолка у нас примерно одинаковый. Есть возможность включать его на разные скорости, соответственно, когда мы включаем еще дополнительно газовые камины и конвекторы для залпового выброса тепла, включаем скорость побольше, чтобы он горячий воздух как можно быстрее опускал вниз и тем самым прогревал пол, стены и все остальное. Теперь пару слов об электричестве. Электричество у нас некачественное. Вот если посмотреть на табло стабилизатора, входящее напряжение 199 вольт. Это очень хороший результат для зимы, потому что все топятся здесь электричеством на нашем массиве, и в принципе входное напряжение может быть и 170, и 160 вольт и так далее. Вот, стабилизатор у меня на 10 киловатт. Но через него не включена система отопления. Через него работают бытовые приборы, микроволновка, чайник, насос в скважине и так далее. Конвекторы работают от входящего напряжения для того, чтобы не перегружать этот стабилизатор. Конечно, имея такую некачественную электрическую сеть, абсолютно не лишним будет иметь как минимум плиту, которая работает на газе. Ну и, конечно же, отопительные приборы в виде газовых конвекторов тоже иногда спасают, потому что пониженное напряжение, оно, как правило, ведет к снижению КПД, или, правильнее сказать, к снижению выдаваемой мощности электрическими конвекторами. Поэтому всем советую обзавестись парой газовых баллонов и такими отопительными приборами. Теперь к вопросу о том, сколько же все это стоит. Во-первых, капитальные затраты, то есть затраты на приобретение оборудования в ценах 2014 года составили где-то порядка 50 тысяч рублей. То есть это два газовых конвектора, электрические конвекторы, инфракрасные обогреватели. Ну, лампы в расчет не берем, они стоят не так дорого. Монтаж совершенно не составит труда, потому что газовые конвекторы потребуют лишь отверстия в стене, которая имеет сообщение с улицей. Электрические конвекторы просто включаются в розетку. Я их не стал даже монтировать на стену, на лето я их просто убираю. По расходам на оплату электроэнергии можно сказать следующее. То, что за отопительный сезон, который у нас составляет порядка 7 месяцев, мы оплачиваем где-то порядка 7-8 тысяч киловатт за весь сезон. Причем в эти электрозатраты входит не только отопление, но и все расходы по электричеству. То есть, в среднем, если посчитать, за месяц получается 1 тысяча киловатт, что при нашем тарифе составляет где-то около 2,5-3 тысяч рублей. Я считаю, что для такой площади, отопливаемой порядка 90 метров, вполне приемлемая цифра и никому не советую бояться отопления электричеством. Хотя, с другой стороны, это вопрос теплопотерь, которые напрямую связаны с тем, насколько хорошо вы утеплили свой дом и насколько качественно и по делу используете ту энергию, которую потребляете. Итак, друзья, я рассказывал вам про свое отопление. Если остались какие-то вопросы, буду рад ответить в комментариях. Также буду благодарен за то, что если поставите лайк моему видео, подпишитесь на канал. Одним словом, до новых встреч. Удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!